Уравнение БФКЛ Вот это у нас уравнение БФКЛ, которое мы получили из уравнения Балетского-Ковчегова в прошлый раз в линейном пределе. Это уравнение БФКЛ в его, как говорят, дипольной форме. Почему дипольной? Потому что В – это функция, описывающая диполь. Мы ее так получали. Это мы в прошлый раз тоже вывели. Это собственная функция оператора Казимира конформной группы. Так как вот этот оператор, он у нас инвариантен относительно конформных преобразований, то мы предполагаем, что это собственная функция и вот этого оператора интегрального. Это мы сейчас покажем и найдем собственное число, соответственно, в этом базисе. И тогда наше уравнение у нас решится. Мы посмотрим общее решение этого уравнения. Ну и какие-то несколько случаев разберем. Может быть, только один сегодня. Можно попросить сверху? Это здорово. Ну, короче, лавра. Сверху это не красиво. Хорошо. Что нужно сделать? Нужно взять эту функцию, поставить вместо v и сосчитать интеграл. Давайте этим займемся. Что у нас будет? Я буду писать вот интеграл только, а потом уже все множители там припишу. То есть мне нужно интеграл dr3. Тут у меня будет e. Вот такое выражение. Теперь я знаю, что у меня вот эта часть не изменится, если я буду делать мои конформные преобразования. Первое, что я делаю, я говорю, что все r и t у меня переходят в r и t плюс r0. Таким образом, здесь ничего не меняется, а здесь вместо... У меня было r1 минус r0, стал просто r1. Ну и во всех вот в них так. Вот, и второе, после этого я все... Это у меня r и t штрихи, скажем, r и t штрихи, перевожу в единицы на r и t штрихи. Делаю инверсию. Итого, при таком преобразовании, это я, по-моему, даже писал, да, у меня вот эта функция переходит в r1,2 в квадрате в степени единицы плюс и ν на e в степени и n φ. Где φ, то есть вот r1,2 — это модуль, φ — это его угол. Так, вот. После чего здесь, соответственно, так и получается. То есть интеграл, который мне нужно считать... Сейчас, эта функция переходит в это выражение, если ты... Да, если я сделал два... Каждое r, для каждого r взял обратно. Для каждой r я сначала сдвинул в ноль и потом взял обратно. Да. Вот. Соответственно, r1,3... Важно, как ты, вот, внешний парадик, который 1,2... Почему я... Все, все r, которые у меня вот здесь есть в этом выражении, я так делаю. Почему я могу? Потому что вот это конформен в этого инвариантная величина. Вот что бы я там ни делал, вот такие замены, вот это не меняется. Вот. Хорошо. Значит, я сделал... То есть, это я переписал просто. Здесь я написал, соответственно, r1,3 в квадрате 1,2 плюс и ню и в степени nφ. Причем φ – это 1,3, которое... r2,3 в квадрате плюс ню и в степени nφ, ну и минус такое же. 1,2. Значит, теперь что я сделаю? Я переменные поменяю опять. А именно, скажем, r1,3 я назову r. Лучше, наверное, ρ. Вот. А r1,2 я назову r. Чтобы мне индексы не таскать. Тогда у меня получится... Интеграл беру r квадрат, ρ квадрат, r минус ρ в квадрате. Ро в квадрате в степени 1,2 плюс и ню и в степени nφ. r, тут у меня r минус ρ в квадрате. 1,2 плюс и ню и в степени nφ. φ в квадрате потом умножить на 1,2 или что? Да. Как был, так остался. Ну, то есть это вектор, да, вообще двумерный. Он в квадрате. Это скаляр, который мы возводим в степени. Вот. Это было φ, это φ отец на r минус ρ. Ну, и здесь r в квадрате на 2 плюс и ню и в степени nφ. Вот это 1,2 плюс и ню. Сейчас это называют гамма. Вот. Значит, дальше что мы можем сделать? Мы видим, что... Есть такое замечательное тождество. единица ρ в квадрате плюс r минус ρ в квадрате. Значит, наверное, вот так. r минус ρ в квадрате. Это... Тут r в квадрате. Сейчас мы его проверим. r в квадрате и r минус ρ в квадрате. Так, 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 так. Сейчас, секунду. А, минус ρ? Сейчас, 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 я его не дописал еще. Я его еще не дописал. Я его еще не дописал. r в квадрате. Так, вот если я это складываю, складываю. У меня получается ρ в квадрате плюс r минус ρ в квадрате. Знаменатель, оно убьет. Вот. А я хочу вот это так разложить, да? И мне останется еще написать тогда, скажем, единица на r минус ρ в квадрате. ρ в квадрате плюс... Не-не-не, мне ничего не надо. Все. Это у меня что будет? Это у меня будет r в квадрате, ρ в квадрате, r в квадрате, r минус ρ в квадрате. Да, вот, торжество, да? Ну, как бы, простое торжество. То есть, решать это уравнение можно многими разными способами. Просто, в чем его проблема? В том, что вот в точке ρ равном нулю и в точке r минус ρ равном нулю у него сингулярность. Так, вот. И если, например, я не могу его расцепить, все вот эти три члена, потому что, когда у меня, скажем, ρ равно нулю, ρ, да? То тогда я могу сказать, что, ну, вот степень меня там регуляризует, да? Сингулярность. Это хорошо. А вот эти два сокращаются, потому что при ρ равном нулю, это у меня r в какой-то степени, минус r в той же степени, и они сокращаются. Ну, и так же в другой точке. Вот. Поэтому, чтобы их расцепить, я и делаю вот такое преобразование, потому что вот эта штука, она уже не сингулярна, да? Вот, я его подставляю, причем только вот сюда. Вот. А эти, как есть, так есть. Вот. Итого у меня будет. Интеграл dRho. Значит, так. Это я перепишу, но я буду писать гамма для скорости. Ро в степени 2 гамма, и в степени и n, и ρ. Минус, так, а вот тут, соответственно, r в степени 2 гамма, и r. Так, вот так, тогда. Вот. А тут вот это. Так, минус b уже, помножить. Вот, написал. Теперь, теперь, теперь я могу их сгруппировать. Значит, вот я напишу так. Скажем, единица на r минус ρ в квадрате. Единица на r минус ρ в квадрате. Даже r в квадрате на r минус ρ в квадрате. Это я вот это взял. Тут у меня будет единица. У меня будет ρ в степени 2 гамма минус 1. Это вот это, да? И ρ в квадрате на r минус. Так, r на вот это я взял. Останется вот это. А, вот это еще. r в степени 2 гамма. Так, поделить. В квадрате. Так, вот отсюда я взял все. Вот. Плюс, на самом деле, ρ на r минус ρ. Замена. Да? Значит, что здесь хорошо. И когда у меня ρ равно r, когда у меня ρ равно r, вот эта штука у меня сингулярна, здесь вот этого нет. Значит, у меня получается r в степени 2 гамма минус 1. И тут r в степени 2 гамма минус 1. Вот. И ρ равно ρ. То есть вот этот полюс я убил. Видно, да? А еще раз, вот ρ и ρ, это что за фабли? Ну, у меня есть... Это фабли. Вот у меня есть вектор ρ, это его полярный угол. Так же у меня есть вектор r минус ρ, это его полярный угол. Вот. А как ты понял, что убил? Потому что, когда r равно ρ, значит, вот этого члена нет. Это хорошо, но тоже по степеням, собственно. Тих, 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 тих. Значит, ну то, что тут 0 будет, понятно, да? Ну вот, в скобочке. Вы спрашиваете, какой степени 0? Нет, нет, да, какой степени. Ну, какой степени? Вот тут, на самом деле, мне первой достаточно, потому что это у меня двумерный вектор. У меня тут ρ, δ, ρ. Ну и тут еще два ρ. Соответственно, у меня ρ на ρ расходимость, поэтому если тут 0, то я ее убью. Вот. Вот. Значит, ну так как это мне то же самое даст с точностью до замены, я могу тут 2 написать. Вот. Хорошо. Теперь мне нужно вот это проинтегрировать. Вот. В принципе, я не знаю, то, что я подробно интегрирую, это хорошо или плохо, или мне надо ответы писать. Но лучше оно пусть будет. Она выглядит красиво. Много чего выглядит красиво. Хорошо. Значит, тут значит, хорошо, я, ну вот этот φr, он у меня, ну, и r это константа, я ее вытаскиваю за все это. И получается 2, есть в степени и φr, на r в степени 2 гамма. И вот это, это на самом деле моя функция, собственная, да? То есть я ее вытащил. Вот. Ну, без двойки. Вот. А то, что стоит при ней, это будет мое собственное число. Вот. Это некое, понятно, что это, ну, сейчас будет понятно, что это за число. То есть интеграл дыру, r в квадрате, а, так, уже не так. Значит, р в квадрате, r минус ρ в квадрате. Так, тут в степени r я вытащил, и е я вытащил, на единице осталось. Да? Ну, а первое слагаем, ты же вытащил на р в квадрате. Какое я? А, значит, тут, сейчас, 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 забыл, да. тут у меня будет ρ делить на r в степени гамма. Да? Так, r я вытащил, е в степени, и φNR вытащил, а вот тут φρ минус φR. Вот так. Ну, вот теперь я вроде все вытащил. Сейчас побегу. все. Так, все согласны. Че не так? Хорошо. да. А вот как-то экспоненты было две, а сейчас что-то как-то их так цепал. Ну, вот она. Раз, два, хорошо, да. А, я даже не знаю. Значит, вот это число безразмерное, да, вот тут у меня единица на ρ квадрат, тут безразмерное, ну, и тут ρ квадрат. то есть когда я вот все проинтегрирую, у меня просто число будет. Вот. Это и будет мое собственное число. Хорошо. Теперь первый интеграл я хочу брать по углу. Вот. для этого мне надо бы еще написать, еще одно преобразование сделать. У меня, значит, r в квадрате, r минус ρ в квадрате, вот я хочу, чтобы это было 1 на ρ в квадрате, скажем, плюс 1 на ρ в квадрате, на ρ в квадрате, ρ в квадрате плюс r минус ρ в квадрате. Так, вот если я сложу, тихо-тихо, тихо-тихо, знак, наверное, минус, да. Сейчас. Мне нужно расцепить. Значит, я складываю, у меня получается ρ в квадрате плюс r минус ρ в квадрате. Значит, я складываю, у меня нехорошо, так, r минус ρ в квадрате пошло туда, r минус ρ в квадрате пошло туда, вот, а здесь у меня будет, так, нехорошо, нехорошо, сейчас, 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 расцеплю, сейчас расцеплю, или лучше погляжу, потому что, чтобы не мучиться. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Просто, без трюков интегрировать очень сложно, потому что, вот, из-за плюсов, из-за вот этих, которые, то есть, по отдельности, их интегрировать не можешь. Тебе нужно регуляризацию вводить, там, еще что-то. Смысл трюков, вот, вот, только в этом, больше ни в чем. Чтобы не вводить регуляризацию. Так, ну, 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 так сделаем. У меня будет, да, 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 и на квадрат я все умножу. У меня получится вот это, минус это, у меня останется рог квадрат, рог квадрат сократится, рог квадрат сократится, и останется рог квадрат. вот, что я тут вспоминал. Так, все. А вот, значит, я вот это сюда подставляю, вместо вот этого произведения. И тогда будет следующее. Значит, два, первый член у меня такой, р квадрат, минус рог квадрате, вот это, рог квадрат, делить на р, так, значит, и вот у меня еще есть рог квадрат. Я его здесь оставлю. Даже хорошо, пока тут оставлю, единица на рог квадрате, минус. Вот. И возьму вот этот кусок отсюда. Возьму вот этот кусок, соответственно, у меня останется р квадрат на рог квадрате у меня останется р в квадрате на рог квадрате на р минус рог квадрате. Рог квадрате. Так, но я, значит, р минус рог квадрате я вынес, тут его нет. минус рог квадрате я вынес, тут его нет. Вот. Осталось только и р квадрате я вынес. У меня осталось единицы на рог квадрате. Вот. Это то, что я хочу. Вот. Это то, что я хочу. И кусочек оставшийся, который равен который равен вот это на это. Соответственно, р в квадрате р в квадрате равен с рог квадрате плюс рог квадрате р в квадрате так с чем? С минусом. С плюсом. А, с плюсом. Да, правильно. И все. Все. Вроде бы все. Да. Хорошо. Чем это хорошо, собственно? Хорошо это вот чем. значит, теперь, тут у меня два интеграла, интеграл по углу, интеграл по модулю, Вот. Тут я, скажем, интеграл по углу могу сразу взять. Да. Интеграл у меня типа dφ от нуля до двухπ типа там а плюс b косинус тета косинус φ он, ну, понятно, как его считать. Да, он табличный интеграл. это будет 2π корень иза в квадрате минус b в квадрате. можно проверить, так сказать, я не буду. Вот. Поэтому вот здесь, вот здесь у меня как раз стоит, когда я по углу интегрирую, значит, что у меня там стоит, интеграл dφ вот соответственно 2 ров в квадрате плюс r в квадрате минус 2 ров cosinus φ Вот. Такой интеграл. Значит, я его возьму, у меня получится, соответственно, 2π на корень из чего-то ров в квадрате плюс r в квадрате минус 4 ров в квадрате в квадрате. Итого у меня будет 4, да, у меня будет 4 ров в квадрате плюс r в квадрате. Вот. Вот. Это когда я проинтегрирую по ро по углу. Вот здесь интегрируют по углу как нужно в этом куске. Значит, ну, во-первых, мы всегда можем сказать, что φ там равно нулю, да, ну, или подвинуть ро, отсчитывать ро от r, да, то есть это у меня один угол, вот, и считать я буду так, интеграл dφ от нуля до двух это на самом деле интеграл dz на z где? Интеграл по φ Здесь? Так, конечно. Так, правильно? Хорошо. Значит, ну вот, это интеграл по единичной окружности, да, то есть z это есть степень и φ замена, да, вот, соответственно, вот тут, что за интеграл стоит? Тут стоит интеграл вот это r минус ро, это r минус ро z r минус рон z это вот этот кусок вот, а вот этот кусок это, соответственно, вот этот кусок это z так, у нас n, да, n z степень и n соответственно, вот это, ну, у собственной функции параметр, она зависит от двух, у меня собственная функция, да, которая была, она, ну, вот она написана, это собственная функция, то есть она зависит от двух, ну, параметр представления, да, то есть n и, ну, и n или гамма, да, вот, то есть вот она у меня пронеслась, соответственно, собственно, число будет зависеть от n и гамма, вот они тут внутри, мы их сейчас там в зависимости найдем, то есть вот этот интеграл, да, интеграл по φ, вот, значит, как его брать, его нужно брать вычетами, да, так, не весь интеграл, естественно, не весь, ну, чтобы там не мучиться, я сделаю замену, а именно, что, значит, ρ в квадрате равно t на r в квадрате, скажем, да, там все равно безразмерный интеграл, вот, тогда вот этот интеграл перейдет, это я написал, так, вот тут тогда будет не ρ, а сразу что, так, ρ это r на корень из t, это, это у меня r в квадрате общая вынеслась, да, вот, потом r минус ρ это единица минус корень из t на z, и тут единица минус корень из t на z, так, лучше я весь интеграл решу, интеграл dt, тогда вот сразу, так, сейчас, вот тут, значит, знаменатель я написал, с числителем r в квадрате сократится, его больше нет, так, вот здесь, соответственно, t, t в степени гамма, вот, и тут еще d ρ на ρ квадрат, да, d ρ на ρ квадрат, это, соответственно, что, это d φ помножить на d ρ в квадрате пополам, да, вот это, вот, пополам мы учтем, а d φ мы вон там учли уже, ну, а d ρ в квадрате на ρ в квадрате, соответственно, это все равно, что dt на t, да, то есть, вот тут у меня остается t, вот тут одна вторая, вот, одна вторая, t, t я написал, вот, ну, и вроде все, да, единственное, что мне нужно, что мне нужно, мне единичку вычислить, вот, здесь, здесь, почему не здесь, почему я его читаю, вот это у меня за скобкой стоит, за круглой, а квадратная, вон там, то, что вот это мы посчитали, вот, то есть, вот я минус один написал, все, чудесно, такой интеграл, я понимаю, как брать, значит, с t мы пока, значит, оставим, интеграл по z нужно брать как? Вычетами, да, вот, это z я сюда засовываю, у меня получается одна вторая, интеграл dt на t, интеграл dz, вот тут i, значит, z в степени t минус 1, n в степени гамма, значит, тут я засунул z, у меня получилось, минус, кстати, получился, получилось z минус, единица на корень из t, z минус корень из t, я корень из t вынес за скобки, сейчас я его напишу, значит, в корень из t я вынес за скобки, вот тут у меня где-то еще корень из t, да, ну мне, чтобы вычеты брать, значит, чтобы было хорошо, вот, вроде бы правильно, да, да, вроде бы правильно, ну, что, дальше я беру вот это вычетами, что у меня будет, значит, у меня будет 2pi, за это у меня поединичная окружность бегает, да, вот, и еще тут я могу сразу сказать, что n у меня, вот там у меня n было от минус бесконечности до плюс бесконечности, ну, в смысле, минус 1, минус 2, там, 1, 2, вот, а здесь у меня, значит, здесь у меня, если я, значит, меняю, вот тут у меня стоит косинус, да, вот, здесь косинус стоит, да, вот, а косинус он четная функция, поэтому мне достаточно n брать только положительный, ну, не отрицательный, потому что, если у меня n минус что-то, то я там меняю фи на минус фи, тут у меня переходит в то, что было для положительных n, а тут ничего не меняется, поэтому я рассматриваю положительный n в дальнейшем, вот, ну, ну и ладно, ну и ладно, 2 пи с этим и сокращается, вот тут двойка остается с минусом, значит, когда я вычеты беру, dt на t, так, единица на скоренье с t, так, значит, первый случай у меня, когда единица минус t, да, то есть, если t у меня меньше единицы, то вот этот вычет работает, да, вот, соответственно, вместо z я должен написать корень из t, вот, у меня будет t в степени n пополам плюс гамма минус 1, а корень из t минус единица на корень из t, так, второй случай, когда у меня t больше единицы, тут у меня будет, соответственно, вот этот вычет работать, у меня будет единица на корень из t минус корень из t, значит, t в степени гамма минус n пополам, минус 1, так, хорошо, хорошо, вот, хорошо, это вот этот кусок, так, ну и, значит, тут, в этом куске я могу замену сделать, t на единицу на t, чтобы его к такому же привести, и сложить их там, вот, в итоге получится минус пи, минус пи, интеграл от нуля до единицы, dt, значит, здесь корень из t я внесу, потому что я первое пишу сейчас, вот, значит, t в степени n пополам плюс гамма минус 1, значит, корень из t внес, t минус 1 на t, да, да, этот кусок, значит, если я делать буду замену t на единицы на t, то, у меня будет t в степени минус гамма плюс n пополам, вот, минус 1 сверху, вот, снизу, значит, корень из t сюда, это было единица минус t, я сделал замену, это у меня стало единица минус единица на t, да, вот, и вот тут стоит, соответственно, dt на t, это не меняется, ну и чудесно, значит, так, t я просто вот сюда напишу, так, и, значит, между ними плюс, вот, вот, хорошо, 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 Ну и ответ тогда Минус π Вот этот кусок Т сюда внесется Будет Т-1 Это хорошо Хорошо ли Сейчас внесем Т-1 n Пополам минус гамма Минус 1 Плюс 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 Значит вот тут Т-1 Т в степени n пополам плюс гамма Вот я минус 1 напишу Это я вот этот Т поделил Тут я минус 1 руками напишу А остаток Соответственно будет какой Минус 1 на Т Это вот это Минус 1 на Т Т-1 Это вот то, что там должно было быть А я взял Единица на Т-1 Правильно? Вот Все Итого Итого Тут Значит, что я могу сделать Я могу сказать, что это Ну вот это, вернее Это единица на Т Единица на Т-1 Скажем, если я их буду склады Вычитать То у меня будет Т-1 Минус Т Это минус 1 Это вот как раз оно и будет Да? Единица на Т-1 Плюс Правильно? Вот Это мы убираем Вот это остается Вот Это остается И оно нам И нужно Вот Хорошо Теперь Есть Такая Замечательная функция Какой второй Вот мы его взяли Пару еще нет Сейчас возьмем Да Папайфи взяли Так Значит Вот Собственно Он мне только и нужен Остался Да 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 Я его в этом смысле Вам даже Ответ просто не нашел Значит Это мы сейчас используем А Вот такой интеграл Значит ДТ Т минус 1 Т степени Альфа Минус 1 Минус 1 Это Пси От Альфа Минус Пси От нуля По определению От нуля От единицы Вот Значит Пси От х Это Значит Д по д х Логарифм Гамма От х Это его интегральное представление Вот Собственно Вот к этому Я и тут его И гнал Так Вот Хорошо Сейчас мы это заменим туда Так Или на Сюда знака Правда Ну по-моему правильно Но это Самый Не Погодите Бетафункции В смысле не та Которая ваша Которая Возванная Так Пусти Не Нет Все нормально Так Это не Тут Бетафункции Не будет Пока Там Ну смысле Там Вот Но Это Как Сейчас Сейчас Все Будет Короче Говоря Значит Вот Там А Вот Я его Стер Такий Значит Че Я отсюда Вычитать То Должен Вот Такой Интеграл Там У меня Было Вот Тут Еще Значит Свежо Ро Квадрат Тут Еще Было Ро В Квадрате Тут Соответственно Было Д Ро Так Тут Наверное Р Квадрате Было Такой Ну посмотрите У вас Написано Вот Значит Он Чему Равен Когда По углу Проинтегрировали У нас Осталось Интеграл Д Ро В квадрате Пополам Да Значит Тут Вот Р В квадрате Ро В квадрате И корень Вот этот На 2 П 4 Ро В квадрате Плюс Р В квадрате Да В четвертой Вот Такое Значит Осталось Мы Его Переписываем Через Т Значит ДТ ДТ Делить На Т Вот Тут будет Единица На корень Из 4 Т В квадрате Плюс 1 Вот Ну Понятно Что Это Интеграл Берется Там Да Вот Что Главное Мне Тут Пополам Вот Мы Сейчас И проверим Насколько У нас Все Правильно Значит Вот Эти Два Куска Я Сейчас Так Напишу Вот Этот Кусок Единицы На Т Значит Как Я Напишу Минус П Значит И Че Это Будет Пси От Значит Минус Так Н Пополам Плюс Единица Минус Гамма Тут Будет Пси От Н Пополам Плюс Гамма Минус 2 Пси От Единицы Вот Это Вот Этот Кусок Вот Этот Кусок Даст Так Он Мне Даст Минус Пи Вот Он Да Кратную Единицу ДТ Так Тут Была Единица На Т Вот Сюда Знак Сейчас Проверим Да Тут Вот Как раз Эти двойки Сократятся Остается Пи Пи Ну и Я думаю Что знак 4Т квадрат Плюс 1 Вот Значит Здесь Что Видно Что Полис Нуля Сокращается Да Вот А На бесконечности Этот Прекрасно Так Вот тут От нуля До единицы Да А вот тут На самом деле Плюс Интеграл От нуля До бесконечности Да Он же По Т Минус ДТ Вот так Он От нуля До бесконечности Да Вот Ну Взять этот интеграл Не сложно Я просто скажу Что он Реон нулю Вот Ну Грубо говоря Подставили Там Подстановку Там Излекли корень Каким-нибудь Тригонометрическая Подстановка И Взяли Вот Твердение состоит в том Что вот Эта сумма Равна нулю В квадратных скобках Вот Значит В квадратных скобках Сумма Равна нулю Но Опять-таки Это такой Вот Обычный Метанализ Все Нам Вот Это Интересно Вот Это Чистера Собственно Мы с вами Решили Уравнение Б в квадратных скобках Вот Мы нашли его Собственное число Собственную функцию Мы и так знали Значит Этого нету Вот его Собственное число Так Надо только вспомнить С чего мы там Начинали Кой коэффициент Вот при всем При этом Стоять должен Значит Там Было Так ДВ Значит ОД Это Было Равно Альфа С На Н На 2П В квадрате На Интеграл ОД Д Р Там 3 Родин 3 Р 2 3 Так Я это не пишу Тут у меня В1 3 Плюс В3 2 Безус В1 2 Вот Вот мне бы Честно говоря Тут бы 2П И бы хотелось А не одно Это где-то Общий Коэффициент А Естественно Вы помните Мы же Мы их разбили На две части Которые были Одинаковыми Да Вот одну часть Мы тут посчитали Она Пи равна Вторая Тоже Пи равна Соответственно Итого 2П Вот Поэтому Значит Если я беру Собственную функцию У меня получается Что Когда я провожу Через вот это Вот все У меня получается Собственная функция Помножить на вот это Ну вот это Ну и на минус 2П Да Вот Теперь давайте Подробнее На эти собственные Функции Посмотрим Вот Значит Собственная функция Вот я ее Та была Е большая А вот После инверсии Вот этого сдвига Который Вот я ее Е маленькая Е Н Ню Это Значит От Р Это Р в квадрате В степени 1 Вторая Плюс Н Е В степени Н Вот такая Собственная функция Значит Написать И потом В по ним Разложить И провести Да Вот Что я получу Получу я Вот что Др квадрат Пополам Дфи Вот тут Р Квадрат В степени Единица Плюс И Значит Мю минус Ню Да На Е В степени И М Минус Н Фи Вот Значит И мы видим Что интеграл Разойдет Со страшной силой Вот Поэтому Вес нужно Приписывать А вес Вот такой Р в четвертый То есть Видно Что Вот это Р квадрат На бесконечности Разойдется Да Вот С весом Соответственно Не разойдется Р в четвертый Два Вот Как только Я им сел Р в четвертый Это отыграл Я беру У меня получается Одна вторая Так Ну вот Это интеграл По дефи Дельта Мн Да 2П Дельта Мн Вот этот Интеграл Я его Беру Так Интеграл Др Квадрат На Р Квадрат На Р Квадрат Даже не так На Е в степени А? Он Он Расходит В смысле Дельта Функция Вот Нуля До бесконечности Ну видно Что это Дельта Функция От логарифма Вот То есть То что Он Расходится Это Ну Расходит Как бы Дельта Функция Расходится Собственно Так он И должен Расходиться Потому что Это Соотношение Этой Самой Полноты Нет Ортогональности Вот Это Целая Целая Потому что Логарифму В нуле Это Минус Бесконечности Вот Поэтому Получится У нас Получится У нас 2 Пи В квадрате Дельта М Дельта От Минус Ню Вот Это Соотношение Ортогональности И сейчас Соотношение Полноты Сделаем Лучку Куда-нибудь Сейчас Напишу Значит Тут Соответственно 2 Пи В квадрате Дельта М Дельта От Минус Ню Так Соотношение Ортогональности Соотношение Полноты Тогда Д Ню Сумма По Н От Минус Бесконечности Д Плюс Бесконечности От Минус Бесконечности Д Плюс Бесконечности С Звездой Н Ню От Р И Н Н От Р Вот Точно так же Значит Берем Сумма Бесконечности Д Плюс Бесконечности Е Степен И Н Фи Минус Там Пси Углы У них Да Интеграл Д Н Тут Будет Р В квадрате В степени Одна Вторая Минус Н Н Р В квадрате В степени Одна Вторая Плюс Н Да Все Значит Вот Эта Сумма Она Равна 2п Дельта Дельта Фи Минус Пси Вот А вот Это Точно Так же Значит Пишу Деню Да Вот Ну От Нуля До 2п Да Так Значит Деню Опять Превращаю В экспонент То у меня получается Е в степени И ню Логарифм Р квадрат Ро квадрат Это значит Тот который С ню И еще Р на ро Да Помножить на р Помножить на р Так Так Вот Знак Почему Ну в смысле В экспоненте Есть Минус То Что Роу Тебя Там Да Правильно Вот Значит Это Дельта Функция Ну а Это Вес Какой То Придель Получится 2п В квадрате 2п В квадрате Дельта Фи Минус Пси На Дельта Логарифм Р в квадрате На р в квадрате На р на р Вот Ну вот Это значит Дельта От логарифма Это Дельта От Р Минус Ро Деленная На Что На 2 Делить На r Скажем Да То есть Помноженное На r Пополам Тогда Вот А Так Тук 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 Что-то С весом Четвертый Сейчас Секунду Сейчас Секунду Значит Равно Значит Пополам Сократился Опять 2 Пи В квадрате Дельта Значит Что я хочу Я хочу Что у меня Дельта От r Минус Ро Вот такая Да Это у меня Дельта От Фи Минус Пси Дельта От r Минус Ро На самом деле На единицы На r Да Правильно Вот Соответственно Я хочу Ее здесь Написать И коэффициент При ней Значит r Минус Ро Вот И коэффициент При ней Я должен Поделить На r И помножить На r Соответственно Итого У меня Будет Раз Два Три И четыре Да r В четвертый Вот Мое Соотношение Соответственно Полноты Так Все Так Стираю Если Так Сколько там Осталось Времени Ох Что-то я Это Сейчас 25 минут Все хорошо Это хорошо Я понял Значит Вот я его сюда И пишу 2 пи В квадрате Дельта От r Минус Ро На r В четвертый Все Значит Это я Знаю И Я могу Свою функцию В По нему Разлагать Вот На эти Два Соотношения Теперь Вот моя Функция В Что я буду С ней делать В От r Ну Скажем Вот Значит Во-первых v От r Вот там Мне написано v 1 2 Это v r 1 r 2 Она От Двух Переменных Вот В принципе Вот 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 Это Соотношение Полноты Ортогональности Для функций От одной Переменной Для таких Их я получил Инверсии Из функций От двух Переменных Да Вот В принципе Для тех Функций От двух Переменных Опять Есть Такие Соотношения Полноты Ортогональности Вот Но Сегодня Вот Пока Мы Предположим Почему Это Возможно Я потом Буду Долг Говорить Вот Что Скажем Пусть Наши В Это Для начала Функции Только От одной Переменной От размера Диполя Но Не зависит От Прицельного Параметра От Р1-R2 Да Что Это Означает Это Означает Что У меня Вообще Горят Две Координаты Скажем R1-2 Я назову R Это R А R1 Плюс R2 Соответственно Назову Ро Вот Это Ну Или Пополам Там Как Хотите Вот Это Прицельный Параметр Всего Диполя Вот Это Размер Диполя То есть Предположение Что Например Наше Ядро Огромное Огромное Вот Настолько Большое Что Размер Диполя Очень Мало По сравнению С Размером Ядра Вот От Прицельного Параметра Ничего Не Зависит Вот Такое Ядро Вот И Для Него Это Однородное Пространство То есть Ничего Не Меняется При То есть Вот От Самого Прицельного Параметра Вот Этого Ро Ничего Не Зависит Зависит Только От Размера R На Который Кварки Антикварки Отошли Друг От Друг Вот В таком Предположении Мы Ищем В Как Функцию Только От R 1 2 Это Предположение Но Еще раз Говорю Можно Взять Разложить Его По Функциям Двух Переменных Просто Вот Эти И В Очень Многих Физически Важных Задачах Вот Этого Будет Достаточно Я Буду Демонстрировать Потом Каких Это Будет Достаточно И Скажем Для Рассеяния Вперед Этого Будет Достаточно Это Как-то Можно Но Не Надо Показывать Но Вообще В целом Это Можно Как-то Показать Что Грубо Говоря Эта Модель Вообще И И Числе Нет Сейчас Идет Какое Во-первых Решили мы его В общем Нет Подождите Собственную функцию В общем Видимо Провели Почему Потому что Я же Сделал Инверсию То есть Что для Такой функции Что для Той функции От двух Переменных Собственное число Не изменится Потому что Когда я Подставил Собственную функцию От двух Переменных Я сделал Инверсию Превратил ее В эту Эту Провел Но Инверсия Допустимое Преобразование Ничего не изменило То есть Еще раз Я могу В Как функцию Просто формул разложения Будет существенно Существенно Больше Вот А могу сказать Что вот Есть класс задач В которых Вы зависит Только от разности Вот давайте На них посмотрим Вот давайте На них и посмотрим А потом Все остальное Вот Тогда Тогда вот это Вот мне Все хорошо Будет Разлагаться А именно Соответственно Это будет Сумма По n Интеграл По n Значит Какие-то v n Нюты На Значит e n Нюты От r Да? 1,2 Да Так Сейчас Или я там Сопряжение Писал Или не писал Сейчас Чтобы уж Было Как Я писал Я не Писал Сопряжение Не Я не Писал Да Да Я просто Не хочу Спутаться Где-нибудь Там Сопряжение Значит Вот То есть Что я говорю Я беру Мою функцию Разлагаю По этим Функциям Так vn Нюты Я могу Найти То есть Я действую Е сопряженным Сюда Интегрирую Получаю n Нюты Они мне Будут Нужны Но Пока Вот Теперь Я вот Беру Соответственно Это v1 2 В таком Виде Подставляю Сюда Подставляю Сюда Что я Получаю Я получаю Что У меня Сумма По n Вот Это Интеграл По Дню Значит Вот эти Вот E n n от r Умножаются На что Вот тут d по d Это Вот c n Не c Эх Обзор vn n Да Равно Альфа s На n На 2 Пи В квадрате Вот И На Значит Это у меня числа Просто Да А вот Эта Вот функция E Она у меня Прошла уравнение И дала мне Вот это Вот С двойкой Да Поэтому Я напишу He n И напишу Что такое He He Собственное число Соответственно Вот Это Оператор Вот И на V У меня Есть Так V У меня Нет V N Вот Сейчас Напишите Такое He Что? V N Это Коэффициенты Разложения Моей функции По вот Этим Собственным Мы их найдем Но Собственных Написать Сейчас Можно Используя Вот эти Как его решать Как его решать Как его решать Как его решать Значит VN Ну Вот Я Пишу Экспоненты Значит Значит VN Это какое-то VN Нулевое На E в степени А то беру этот интеграл Это мой ответ Так В пространстве R А в пространстве N Вот он уже ответ Вот Хорошо Теперь Ну давайте Это напишем Так Соответственно V R Равно Сумма Сумма N Это числа Какие-то На E в степени Альфа С N П Н Это И Вот это E E N Не 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 Вот Ответ Теперь Вот Чтобы Идти Дальше Это Все Что Мы Здесь Делали Да Оно Зачем Оно Оно Чтобы Найти Как ведут Себя Сечения Амплитуды Так сказать Физические Объекты При больших Эт То есть При увеличении Эт Вот у нас Явно Зависимость от Эта То есть Вот это Это какие-то Начальные При одной Из Быстрот При одной Какой-то Быстроте Мы знаем Как у нас Ведут себя Наши функции V Это Маточные Элементы Какие-то Например Это Протонный Маточный Элемент Да Какая-то Для него Модель Взяли Его При быстроте Ну вот Порядка Там Я не знаю Масса Протона Да Ну в смысле Не быстроте Порядка Массы Протона Ну При малых С Да Вот Теперь Мы увеличиваем С То есть Мы увеличиваем Ита Вот это Какие-то Непертурбативные Скажем Вещи Да Мы их Один раз Узнали Про протон И сюда Поставили Вот Но Теперь мы знаем При больших Это Как ведет себя Маточный элемент Отвечающий За протон А можешь еще объяснить Что значит При больших Это В каких-то Физических Преасим Татически Больших Это Какие-то Большие углы Это Что Углы Есть ядро На него Ударился Протон Прилетели Какие-то Струи Где-то Большие Это Ну что Такое Это 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 Логарифм Что-нибудь Типа Там С На Ку Квадрат Ку Квадрат Характерный Поперечный Импульс С Ваша Характерная Энергия Вот Ну и Как это Чем больше Это Тем лучше Работает Если не Считать Нелинейные Поправки Чем Меньше Передача Импульса Может наоборот Почему Мы его выкинули Нелинейные Поправки Значит Чем меньше Передача Импульса Тем больше Это отношение Тем больше Логарифм То есть Ты Или Можешь Передачу Импульса Гнать К нулю Или С Увеличивать Но Эту Ты Совсем К нулю Гнать Не можешь Значит И размещение Работать Не будет Потому что Параметр Разложения Альфа 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 От Ку Квадрат Вот Тут Стоит Вообще Говорит Да Вот Поэтому Если ты Ку Квадрат Берешь Там Я не знаю 5 Меф Альфа Что с этим Делать То Собственно Тут Какая-то Сумма Какой-то Интеграл Да Вот Давайте При больших Это Найдем Асимптотику Всего Вот Это Значит Асимптотику То есть Для начала Нужно Посмотреть Что Это За Функция Вот Это Сейчас Я Ее Покажу Все Я Сейчас Покажу А Какие-то Серьезные Вещи Это Потом Так Наверное Закрыть Да Видно Крупнее Так Ну Значит Ну Видно Что Вот Сверху Я как раз Написал То Что Вот Это Собственное Число Да Но Поле Гамма Это И есть Пси В математике Да То есть Это 2 Пси От Единицы Минус Пси От Значит Ну Н пополам Плюс Одна вторая Плюс И Н Минус Н пополам Плюс Одна вторая Минус Ну Или Через Гамма Он Я написал А Честно Действительно Они Сокращаются Мнимой Части Вот Значит Вот Значит Теперь Вот Давайте Нарисуем Как они себя ведут Как функции Ню Вот Значит Вот так они себя ведут То есть Вот это Ленецких Н Написал Значит Н равно Нулю Вот Она В нуле Большая Да Вот Ну и Она так до бесконечности Спадает Все они так спадают Н равно Единице Она в нуле Равна нулю Просто Вот А все остальные Они в нуле Меньше нуля Они всегда Меньше нуля Вот Хорошо Соответственно Вот если мы Вот смотрим На этот интеграл По Дню Да Тут у нас В экспоненте Это большой параметр Вот Тут стоит Это хи И мы понимаем Что По ню У нас интеграл Вот по такому Значит Профилю Ну И Спрашивается Во первых Мы можем взять Скажем Методом Перевала Да Ну Для метода Перевала Нужно выйти В комплексную Плоскость Посмотреть Но Сейчас я это Покажу Но на самом деле Вот этот контур Он и В методе Перевала Будет оптимальным Вот Значит Мы получаем Что Во первых Главный Экспоненциально Усиленный Вклад Дает число Н равное нулю Да Потому что Это у нас Экспонента И в экспоненте Будет стоять Что-то Что Больше Нуля Пояснить Что По осям Ню Ню Это вот Это самое Ню Так Вот А это Хи Это вот Это Хи Н Вот Ну вот Я первые Там 4 Н Нарисовал Значит Видно Что Там Они Везде Падают Ну Можно Так Сказать Проанализировать Функцию Они Падают Максимум У них Только В нуле И вот У всех У них Чем Больше Н Тем Ниже Максимум Так Как Она Стоит В экспоненте То Вот Отвечающие Н равным нулю Решения Будут давать Экспоненциально Растущие Сета Вклады Отвечающие Н равным Единице Решения Будут давать Некий Константный Вклады А Все остальные Вклады Будут Вымирать При больших Это Асимпутатически У нас На самом деле Два Решения Есть При асимпутатически Больших Эта Это Решение Отвечающие Н равным нулю И н равный Единиц Вот Решение Отвечающие Н равным нулю Называется Померон Пертурбативный Померон Да Например Вот Ну, решение n равно 1, на самом деле, оно соответствует тому, что называется Адерон. Вот. n равно 0, померун. Вот, n равно 1. Значит, это в честь Померанчука назвали. А это от, да, это нечетный, да. То есть это решение, на самом деле, вот это четное решение, там, cp четное и так далее. Вот это нечетное. То есть если у вас в Т-канале обмен, ну, чем-то четным, то вас вот это будет работать, если чем-то нечетным, то вот это будет работать. Ну, например, по четным, да. Нет, я имею в виду квантовые числа. То есть, грубо говоря, если у вас в начале, например, скажем так, Вот у вас сечение ПП есть, да? Есть ПП, а есть сечение ПНТП. Вот вы говорите, сумма этих сечений, например, да? И разность этих сечений. Ну как растет с энергией, да? Вот сумма, грубо говоря, это даст вам померон, разность и дарон. Или по-другому. И как можно это заменить? Ну потому что при замене, например, при операции С преобразования, у меня Сигма ПП, скажем, минус Сигма ПНТП, да? Она мне заменит знак, вот. А сумма не заменит, вот. То есть сумма у меня будет С четная, асимметрия С четная. На самом деле он и П, и С, как бы, поэтому я все имел в виду. Вот. Про это мы поговорим, значит, еще как можно это увидеть? Вот собственная функция, которая отвечает. Я понимаю, что это уже непонятно. Вот ты говоришь, как эти сечения, полные сечения, будут от энергии расти, падать. Да. Но ты понимаешь, что дело? Не совсем как бы понятно, в чем будет полное сечение, зависит от полного сечения. Вот формула, которую ты написал. Они как бы, ну, связь, он не совсем. Что такое В? В. Это. Так, лучше так. То есть мое сечение, ну, лучше моя амплитуда, да? На самом деле, амплитуда, хорошо. Она пропорциональна некому интегралу. Я говорил импакт-фактор, да? ОТР, значит, там 1Р2, да? Помножить на матричный элемент В, это 1Р2, В. Вот. Ну, хорошо. Это амплитуда, да? Полное сечение, скажем, амплитуда на угол 0. Так? Вот это, оно не зависит от этого. Это просто какие-то там пропагаторы, там, в общем, что-то. В зависимости от этого нет. Вся зависимость от этого сидит здесь. Вот она. Вот. Поэтому... Когда это говоришь, ты вот именно это, которое понимаешь, что полное сечение, это на угол 0, и вот эти там через... Ну, да, в этом смысле. Я это... Как бы вещь, когда мы говорим про ПНТП, но как бы так, вот в таком самом широком смысле, я не знаю, оно прям вообще интересно, полное сечение обычно там... ПНТП мне просто пришло в голову. Это может быть не ПНТП совершенно, это просто какое-то сечение, да? Вот. Какое-то, какое-то еще придумание? Гамма-гамма. Гамма-гамма. Ну, какой-нибудь Кокерид, который лучше бывает. Гамма-П. Гамма-П – это вот ваше все, что-то ушей. Другого не бывает. ну естественно я имею ввиду типа на ластик например вот то есть вот это вот это поведение маточного элемента то что при нем от энергии не зависит поэтому когда мы говорим вся зависит энергии вот тут она вот ну и понятно что мне не обязательно полное сечение это может быть и не на угол 0 а куда ты еще там а сечение не на угол 0 это значит начинает интеллировать нет сечение не на угол 0 это означает что вот тут у меня просто по не равно по штрих в этом маточном да 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 по конечному состоянию не по рты в любом случае интегрируешь а это это в нем и перемены вот тут есть внешние частицы турки это внешние частицы то вот ты знаешь то есть интеграл берешь и все так тихо давайте время мало я дальше расскажу ну и хорошо тогда я тут расскажу значит почему померон значит вот его собственная функция е н ню да это r квадрат в степени там из на 2 плюс и не но есть степени инфи значит вот это на самом деле ну зависимость от угла так если n равно нулю то есть померон это n равно нулю зависимости от угла у него у его волновой функции нет у его собственной функции нет то есть это в смысле поворотов это просто скаляр да то есть вот почетность она ну 0 до нужны слили там один да вот а если я беру а дерон у меня получается разор квадрат ну тут как был так и осталось а тут есть степени и фи ну тут нету вот этого тут есть поэтому когда я меняю r на минус r да у меня он меняет знак так он взялся как вектор да вот в этом смысле что у него подчетность а курит хорошо но и еще раз я говорю вот только они два дают большой вклад остальные при больших это вымирает вот теперь теперь сейчас сделаем ну смысле это просто точное решение да вот ассимптотику сейчас сделаем вот теперь неплохо было бы взять и скажем сосчитать интеграл по ню да вот для этого нам нужно просто взять вот это хи вот мы видели что он там в нуле до максимум имеет вокруг максимума разложить вот я разложил вокруг максимума ну вот в нуле то есть для померона это просто ценю квадрат ну какое число да вот парабола для вот этого значит n равна у единицы вот он с нуля начинается тоже но не у квадрат но на другое число так ну да я там что-то нет ну вот это отрицательное составляется на штуках вот значит ну а все остальные но можно убедиться что это отрицательное число да и так далее то есть а их мы брать не будем вот нужно поставить туда взять методом перед перевал сейчас вот если я нарисую в комплексной плоскости это выглядит вот так то есть вот тот наш контур он идет вот так вот через перевал и он как раз идет через точку седловую вот ческую надо ну переменной гамма нас ну гамма это 1 2 плюс и ню вот ну и 1 2 это тот самый контур который который дает нам переваленное значение вот 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 это для n равного единицы но опять таки вот так идем туда так это останется на следующий раз вот а сейчас значит тряпка вот соответственно нам нужно что сделать нам нужно значит хи вот я для померон напишу это значит 4 логарифма 2 минус 14 это в квадрате зато 3 так вот здесь стоит вот про это я пока не я только вот самое грубое приближение я просто экспоненту разложил взял значит что я получаю из суммы только 1 n равна нулю отсюда в 0 0 0 значит е в степени альфа с на на н и на 4 логарифма 2 на корень из пи делить на 14 это трех и вот это еще там альфа с н делить на пи и это это вот и тут и тут и тут вот и р р в степени просто р до просто р вот вот это наша симптотика на самом деле да вот если так грубо теперь это зависимости такая очень некоторым смысле слабая вот основная зависимость е в степени е в степени это называется 1 это минус 1 вот так сложилось значит это называется интерцепт померона ну то есть вот то что стоит при это да здесь кто-то называет альфа п минус один интерцепт тут называет альфа п интерцепт в общем то что обстоит этот интерцепт начну чему же он равен альфа п минус один вот здесь это соответственно альфа с н на пи 4 логарифма 2 если вы подставите альфа с что-нибудь типа там 0 3 у вас получится по моему 0 70 9 вот то есть главное логарифмическое приближение в которой мы используем пфк л да она дает нам очень быстро ну очень не очень быстро растущие сечения вот хорошо а именно как она это это логарифм это писал q квадратная с с на q квадрат соответственно сечения растут как с на q квадрат степени вот так они растут нас точно сюда кого-то там префактора из корня из логарифма с там ну это как бы не так вот на это найти 0 79 это на угол 0 то есть это полное сечение да ладно все тогда на сегодня если есть вопрос спрашивать нет такие сечения они бесконечны за счет электродинамики мы с мальцио динамический вклад учите останется сильный вклад который вот дескать так расти должен он скажу по секрету как бы не то чтобы он всегда растет но нет в принципе никакого q квадрат или пнтп полное сечение не пертурбативным то что нету ни на что повесить то что я говорил о пнтп и ппп я имел в виду квантовые числа которыми ну в т-канале так уж меня как бы интересуют же приземленные вещи ради бога почувствовать понимаешь для применимости этой теории нужен жесткий масштаб пнтп этого жесткого масштаба нет почему ну в полном нет если сечение на какой-то угол или в конце там родилась к этой большая вариантная масса больше чем масса протона то в принципе можно оправдывать нужен жесткий масштаб чтобы поставить вот в это альфа с вот тут масштаб нужен он уку квадрат если я не что там альфа с от массы протона то будет плохо вот ну а например ты можешь представить пример ну пусть даже с поток с поток так ответ для гамма-гамма полного сечения посчитанного так так сказать я могу вам график строчке на место для гамма-гамма но например просто обычный гипенвастик да тебя что электрончик пролетела звучит куда-то фото какой-то квадрат посчитаем например с пусть протоном и посчитаем прям тут нет ты посчитаем это явно все давать им-то в куа-а-а